Когда мужчина отдает деньги, он помнит об этом потом или нет жене? Помнит? Нет. Теперь мужчины, не дай Бог вам у жены на себя взять деньги, которые она заработала. Это горячие деньги. Есть и холодные деньги, это мужские, а есть горячие. Если женщина заработала и ты у нее взял на себя, она этого никогда не забудет. Пройдет несколько лет и она будет помнить, как ты взял ее деньги. Женщина, я что-то не так говорю? Все так. Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место. Черное море, Анапа, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Теперь смотрите, не то что женщина хуже мужчины, лучше просто у нас по-другому, по-разному психика работает. Вот, допустим, женщина, она легко служит мужу, она там, что хочешь, как бы ему сделает вообще без проблем и забудет об этом. Теперь мужик, который приготовил как бы жене еду, там все, послужил ей, он этого никогда не забудет. Он будет напоминать, я же тебе тоже готовил, что ты? Понимаете? Она один раз приготовил и помнит об этом. А я вот тебе сколько готовлю и не помню. Мы все разные, мы все разные. То есть женщина, она легко отдает свою энергию мужу, а мужчина легко отдает деньги. Мы все разные. Мужчина одно что-то легко делает, ему очень трудно убираться, там готовить, ему очень трудно служить. Женщина легко отдает служение, мужчина легко отдает плоды своего труда. Женщина за плоды очень держится, ей она не может это отдавать. Даже когда мужчина покупает себе рубашку, она не может смириться с тем, что он покупает рубашку, которая не ей нравится. И не дай бог вообще мужчине подарить на день рождения женщине новую обстановку в квартире. Это будет капец, последняя капля их совместной жизни, потому что женщина контролирует территорию. Мужчина даже не знает, что он как бы купил квартиру, он думает, это моя квартира. Но в чем она твоя? Давай разберемся. Вот смотри, как бы обои все не танками же, да? Цветочками. Какими цветочками, какие любит жена. Если они не такими цветочками, она эти мозги вынесет, она не сможет в этом квартире жить. Она будет постоянно ныть. Мне бы не нравится. Он говорит, ну и что, не нравится, не нравится. Она ныть, ныть будет. Он говорит, ну давай купим другие, ну будь счастлива. Раз, какие хочешь. Естественно, какие она хочет, она такие выберет и будет счастлива ходить в этой квартире. Разница большая, да? Но это и счастливая. И так постепенно все в квартире становится так, как хочет жена. Начиная с мебели, заканчивая обстановкой всей. Обстановка в квартире принадлежит жене. Обои, цвет, там все принадлежит жене. Энергия в квартире, кому принадлежит? Что там в квартире энергия военных действий? Нет, там нежная, ласковая энергия. Ты приходишь в квартиру, что с тобой происходит? Ты расслабляешься, чувствуешь себя хорошо, потому что ты куда пришел? Ты пришел в энергетику своей жены. И теперь хорошо, ты скажешь, ну хорошо, ладно. А если энергетика жены плохая, вот допустим, она в плохом настроении находится. Она, эта женщина, своим настроением наполняет квартиру. А если энергетика плохая, бывает так, мужчина приходит домой, а настроение у жены плохое. Какой результат? У детей у всех плохое настроение, у собачки плохое настроение, и даже у тараканов плохое настроение, если вы поизучаете этот вопрос. Потому что именно женщина наполняет своим настроением всех родственников. И поэтому он и ходит вокруг нее кругами, говорит, что с тобой, что такое? Она говорит, я тебя трогаю, я тебя не трогаю, иди занимайся своими делами, это мое плохое настроение. Это не совсем честно, потому что женщина создает атмосферу. Однозначно трогает всех, когда у ней плохое настроение. Но мужчины должны знать, что иногда женщина не может поддерживать эту атмосферу, потому что она устает. Продолжение следует... Продолжение следует...